МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Азов.Инфо в студии Александр Истомин. О главных событиях дня, в материалах наших корреспондентов. Сегодня в программе. По факту у нас 1,6 миллиардов. По доходам консолидированный бюджет мы планируем на следующий год. Принят городской бюджет на 2018-2020 годы. Это путь к тому, чтобы стать военным. Отслужить, отдать свой долг родине. В Азове создано первое отделение юнармии. И порой даже эти готовые изделия девочек не уступают даже дизайнерским работам ведущих модельеров на подиумах Парижа. Шестой городской конкурс дизайнерской одежды из нетрадиционных материалов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Планерное заседание руководителей социальных служб города состоялось сегодня. Представители соцструктур доложили о работе, проведенной за минувшую неделю, и представили планы на будущее. Прошлая неделя оказалась насыщена культурными и спортивными мероприятиями. Многие из них были юбилейные. На прошлой неделе было проведено ряд знаковых юбилейных дат, и они были сконцентрированы в городском дворце культуры. Но помимо этих мероприятий, также ГДК подготовил концерт, посвященный декаде инвалидов с участием ансамбля «Радуга», который составился 7 числа в ЦСУ. Затем у нас прошли финальные игры «Знатоки Дона» и подведение итогов 8 числа, торжественная церемония награждения победителей совместно с отделом молодежи проведено данное мероприятие в городском дворце культуры. Что по десятому в нашем городе проходил 10-й открытый городской турнир по боксу памяти Петюкина среди юношей и четырех возрастных групп. Турнир расширяется от года в год. Уже у нас принимает участие 218 человек. И приехали такие команды из Германии, приехали. Калмыкии, Краснодарский край, Ростовская область. Здесь традиционно. Тоже итоги подводятся. На следующем доложу, как наша команда выступила по итогам. Оксана Кочевная сообщила о работе пресс-тура, проходившего в Азове в субботу, а также о грядущем открытии винодельни. Характерно то, что был представитель Russia Travel, где мы ежемесячно сейчас вывешиваем свою информацию, и он был наслышан в нашем городе и хотел приехать, и остался доволен. Сказал, что действительно все так, как вы подаете информацию. На следующей неделе у нас важное мероприятие – это открытие винодельни Кантина, это у нас, будем считать, это ключевой такой узел и на въезде, и на выезде для наших турпотока, потому что все ближайшие винодельни, они очень далеко расположены. А и на гастрономический туризм сейчас, ну, просто вот приезжают люди в Ростов, звонят в турфирму, говорят, мы хотим вот так и так. В здравоохранении города наблюдается положительная тенденция в области диагностики, благодаря работе МРТ. МРТ заработал, то есть делают снимки, качество очень хорошее, то есть даже выявили очень редкие патологии, то есть камень там размером 3 мм, который застрял там в протоках желчного пузыря, что раньше недоступно нам было, ну, то есть это делалось только лишь при операциях, то есть вскрыли, выявили утолщение там глазной мышцы женщина, которая там 5-6 лет ходила по всем врачам и не могли определить. То есть на МРТ выявили данную патологию и там с профессором Балязиным она консультировала, он действительно подтвердил качество работы данной аппаратуры. То есть это действительно такое подспорье, которое нам позволяет на более качественном уровне диагностировать определенные процессы. Глава администрации города сделал упор на охрану зеленых насаждений, высаженных по всему городу. Для этого он просил привлечь силы добровольной дружины, волонтеров и казаков. Людмила Улихина, Валентин Сираж, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Также в Азовской администрации прошли публичные слушания, на которых был одобрен проект города на 2018 и последующие два года в сфере бюджета. По словам главы муниципалитета Владимира Рощупкина, даже в нынешних непростых экономических условиях главный финансовый документ нацелен на развитие Азова. По факту у нас 1,6 миллиардов. По доходам консолидированный бюджет мы планируем на следующий год. В то же время мы и этот год планировали тоже около 1,7 миллиарда рублей, но в итоге практически на 2,2 вышли. Это все за счет межбюджетных трансфертов, поступления из областного федерального бюджета. Поэтому, ну вы слышали, да, значит, 1,6 миллиарда то, что мы сегодня планируем, но, конечно же, это будет как минимум 2 миллиарда, исходя уже с той практики, которая в последние годы присутствует. Ну, на самом деле, проблем сегодня много, вопросов накопилось достаточно, поэтому план мероприятий достаточно обширен. Не все, согласно тех прогнозов, которые мы сегодня имеем, возможно также включить в среднесрочную перспективу. Тем не менее, я считаю, что бюджет по-прежнему сохраняет социально ориентированный статус. Мы во главу угла ставим по-прежнему, конечно, гарантии, которые должен иметь наш житель города. Поэтому я думаю, что в ближайшем будущем, 18-й год и последующий, все-таки мы увидим некое развитие. Во всяком случае, мы ожидаем, что нам возможности бюджета позволят немножечко подтолкнуть эту ситуацию. В 2016 году в России было создано военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Одна из ее главных заявленных целей – вызвать у подрастающего поколения интерес географии, истории страны, возродить добрые традиции детских и молодежных организаций. 9 декабря, в День Героев Отечества, в Азове было создано первое отделение «Юнармии». Подробности в следующем сюжете. АЗАК – так называется местное отделение Ростовского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», первыми участниками которого стали 53 учащихся школы номер 9. Знаковым для города назвал это событие глава администрации Владимир Ощупкин. Вы, по сути, являетесь первопроходцами, первая школа, которая присоединилась. И я абсолютно уверен, что тот путь, путь добра, который вы для себя выбрали, будет для вас очень позитивным и назидательным. Я абсолютно уверен, что вы для себя получите много нового интересного, вступая в ряды юнарми. «Давая клятву юнармейца, вы становитесь обязаны быть добрее, быть смелыми, честными, направить свою жизнь на служение обществу, людям. И правильно сказал Евгений Владимирович, он должен быть примером для остальных ребят». В торжественной обстановке юнармейцы поклялись следовать традициям доблести, отваге, товарищеской взаимовыручки. «Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Для ручки! Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Для ручки! Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России». Первым азовским юнармейцам было передано знамя движения, а также вручены значки и удостоверения. «Это честь для меня стать юнармейцем и отслужить своей Родине». «Как ты думаешь, что в твоей жизни изменилось с этого дня?» «В моей жизни изменилось и изменилось многое. Это путь к тому, чтобы стать военным, отслужить, отдать свой долг Родине». «Не буду такого, что жалеть, и если ты ошибаешься или делаешь кому-то плохо, или это делаешь специально, тебя выгоняют, просто исключат из отряда». «Я думаю, что здесь все по-настоящему. Не будешь соблюдать заповеди, тебя выгонят». «Для меня это вообще большой шаг в жизни. Я считаю, что мне это поможет в будущем, поможет выбрать профессию хорошую, стать достойным человеком». Предполагается, что кроме физической подготовки ребята будут помогать ветеранам, учиться оказывать первую медицинскую помощь, осваивать другие полезные знания и навыки. «Нет России и Сибирь такой, где вне памяти был свой герой. И в глаза молодых солдат с фотографий у мяча пленят. Это для золота вылечить звук, для ребят, что сейчас растут. И мочить вам нельзя. Ни сголкать, ни обмануть. Не спутить сверху». Татьяна Иваченко, Александр Истомин, Азов.Инфо. Мы вернемся в студию после короткой рекламы. Не переключайтесь. Торговый двор «Престиж» приглашает к сотрудничеству арендаторов. Предлагаем места под офисы с наличием высокоскоростного интернета. Район центрального рынка. Гибкие условия арендной платы – лучшие условия для совместного сотрудничества. Обращаться по телефону 8 952 576 54 52. Калантаевский, 109. Торговый двор «Престиж». Медицинский центр «Импульс» на территории городской больницы открыл кабинет магнитно-резонансной томографии. МРТ без рентгеновского излучения позволяет оценить состояние всего организма. Наш адрес – город Азов, улица Измайлова, 58. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Предварительная запись по телефону 40402. Новый год уже близко. Ювелирный салон «Злата» поможет сделать разумный выбор подарка для ваших любимых. В декабре на все ювелирные украшения из золота цена от 2500 рублей за грамм. При покупке изделия из золота на украшения из серебра скидка 50%. На изделия с бриллиантами скидка 70% и праздничная упаковка в подарок. Мы искренне желаем вам приятных и выгодных покупок. В последние годы дизайнеры все чаще представляют на подиумах рядом с высокой модой коллекции из так называемых бросовых материалов, разнообразных отходов цивилизации. Возможно, с помощью таких ироничных показов художники пытаются обратить внимание общества на катастрофическое засорение и замусорение окружающей среды. В минувшее воскресенье в школе номер два прошел шестой городской конкурс дизайнерской одежды из нетрадиционных материалов. С каждым годом в Азове растет интерес, конкурсу дизайнерской одежды из нетрадиционных материалов «Креатив». Если прежде участвовали только старшеклассницы, то в последние годы и школьники среднего звена, в том числе мальчики. Обязательное условие конкурса, что все работы выполнены из нетрадиционного бросового материала. То есть вторичное использование сырья в декоративных целях. Сегодня девочки демонстрируют платье в двух номинациях. Тематика конкурса «Ах, карнавал!» И обязательно каждая команда представляет карнавальную маску. В дело идут картонные коробки, обои, пластиковые стаканчики, диски, обрезки ткани, бумага, синтепон и многие другие отходы. Ученицы первой школы Таня Иванова и Катя Мельникова создавали свои яркие наряды вместе с преподавателями и одноклассницами. Костюм – это саморучный, в общем-то мы сами его сделали своими руками, из пакетов обычных. Также мой костюм сделан из пакетов, и представляю я в нем, что я мисс осень, потому что такая цветовая гамма передает осенние оттенки, что и красный, и бордовый, и желтый. Но несмотря на то, что такие нагнетающие цвета, он воздушный и легкий, и в нем мне удобно танцевать. Девятиклассница Виктория Корнилова из школы номер 13 предстала в эффектном образе летучей мыши. Летучая мышь – это ведь загадочное существо, мы о нем очень мало знаем, так и обо мне практически никто не знает. По словам девушки, карнавальный костюм был создан общими усилиями учеников, учителей и родителей во время занятий школьного кружка по рукоделию. Использованы оберточная бумага, полиэтиленовые пакеты и гофрированная бумага. В общем, всевозможные материалы, те, которые, казалось бы, можно выбросить, а девочки используют их для каких-то творческих целей, и порой даже эти готовые изделия девочек не уступают даже дизайнерским работам ведущих модельеров на подиумах Парижа. По словам Татьяны Санниковой, этот конкурс, кроме экологического воспитания, помогает разбудить у ребят интерес к техническому творчеству. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо. Приятный сюрприз для азовских театралов. Премьера нового спектакля состоялась на сцене городского дворца культуры. Артисты театра и юного зрителя представили постановку по мотивам произведений Михаила Шолохова «Бабий бунт». На премьере побывала и наша съемочная группа. Премьера спектакля «Бабий бунт» на сцене городского дворца культуры стала настоящим открытием для театралов Азова. Это вторая постановка спектакля за 47 театральных сезонов. Премьера первой состоялась 17 лет назад благодаря творческому актерскому составу «Тюза». Я когда-то тоже была участницей этого театра. Много ролей переиграла. Но потом так получилось, что я сделала большой-большой перерыв. Теперь я хожу просто как зритель, с удовольствием. Держите, пожалуйста, нужен ли тюз нашему городу? Я считаю, что очень нужен. Очень нужен. И хочется только побольше рекламы нашему театру. Вот когда он выпускает спектакли, когда он играет в спектакли. Спектакли прекрасные. Тюзовские традиции не умирают на протяжении 30 лет. И как новый состав, так и часть старого состава, которые принимают участие в этом спектакле, они с большой отдачей играли вот это представление. Я сам когда-то участвовал в этом, ну, немножечко в другой интерпретации. Идея поставить спектакль «Баби Бунт» на родную, близкую тему из жизни донских казаков 30-х годов прошлого века принадлежала художественному руководителю театра Людмиле Грячевой. У нас не было донской темы в театре, вообще про казаков ничего. Хотя город наш казачий. Тем более юбилей города и грех было не воспользоваться вот такой датой и не поставить комедию. Комедию о нашей казачьей жизни в 30-е годы. Оборудование сцены, костюмы, театральные реквизиты придали спектаклю новое звучание и полностью отразили колорит донского хутора. Да ну не милее, а только профессор. Вот Настя-то наша, Вадим и такие слова знает. Конечно. И скоро мы на хуторе свой женсовет заведут. И тогда вы запрыгаете, казачки. А точно, точно. Губча можно с вас взять одно слово. Гортензи, гулящая, баба. Украшением спектакля стало участие фольклорной группы Народного муниципального ансамбля «Гуляй, россияне». Для каждого участие в столь интересном проекте очень престижно. Молодые актеры поделились впечатлением о работе над спектаклем. Что привлекло меня в этой роли, то, что она борец за права женщин. Кстати, устремленная, властная, похоже в этом на меня. Но и от женщин настоящей, то есть нежность, какая-то влюбчивость в ней тоже присутствует. И она, конечно, этому не может себе в переворот. Поэтому потом влюбляется в Николая и женится на нем. Точнее, замуж входит. Ну, я играю второстепенную роль в данной франшизе. Я сюда пришел даже не для участия, а, наверное, посмотреть на игру профессиональных артистов. Но набираюсь опыта для дальнейших своих представлений. Ну, что можно сказать вообще в целом о спектакле? То есть нам известно то, что казаки больше – это великие защитники Отечества. Здесь же описана их бытовая жизнь в основном. Ну, кто хочет, тому можно интересно прийти посмотреть. Спектакль пришелся по душе азовскому зрителю, что подтверждают бурные аплодисменты, сопровождающие выступления артистов. Людмила Улихина, Валентин Сираж, Александр Истомин. Азов.Инфо. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok 12 декабря пасмурно. Небольшой дождь. Температура днем плюс 9, плюс 11 градусов. Температура ночью плюс 6, плюс 7. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 86%. Уровень воды в реке Дон на 124 сантиметра выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 4 градуса. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин